МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В 150 километрах от Краснодара на берегу Азовского моря расположен небольшой, но очень красивый городок – Приморско-Ахтарск. Для большинства жителей России это название мало что говорит, а между тем городок этот имеет древнюю историю. Давным-давно здесь стояла турецкая крепость с красивым и смешным названием – Ахтар-Бахтар, что в переводе с тюркского означало «белый утес на берегу моря». Последние годы в Приморско-Ахтарске начала развиваться индустрия туризма. Но россияне едут сюда в основном летом – за мягким загаром, за купанием в неглубоком и теплом море, за ветром, наполняющим паруса серфов и яхт. Зимой в городке приезжих мало. В основном это рыбаки. В этом нет ничего удивительного, ведь по запасам промысловых рыб Азовское море относится к разряду наиболее богатых районов мирового океана. В многочисленных лиманах здесь круглый год ловятся пеленгас и тарань, окунь и судак, карась и камбала, а также другие виды рыб. И, конечно же, щука. О крупных щуках в этих водах ходит немало легенд. Вот одна из них. В далекие времена в Тмутараканском царстве жил молодой султан. И была у него красавица-наложница. При виде ее сердце у него пылало солнечным жаром, а она была холодна к султану, как февральский ветер с Азова. Осыпал ее султан золотом, укутывал персидские шелка, ковры стили узорчатые и все впустую. Хотела ей даже Мерседес подарить с полным приводом и кондиционером, и квартиру по ипотеке. Но все, как об стенку горох. Она смотрела грустно в море и пела песни на непонятном ему языке. Что-то типа «В бою не сдается наш грозный варяг» и от подарков отказывалась. Не вынесла долгих обид сердца султана. И приказал наслугам украсить наложницу жемчугами и золотом, завернуть ее в шелка разноцветные и бросить в буян море. Что слуги бессердешные и сделали. А много лет спустя попалась как-то рыбакам в сети щука. Огромная. А чешуя у нее была в блестках жемчужных и золотых. Испугались красоты такой рыбаки и отпустили ее в море. Говорят, и сейчас эта щука живет в Ахтарских плавных. То сеть порвет, то живца жерлица снимет, то крючки на блеснах разогнет. Это легенда. А на самом деле в этих краях попадаются щуки довольно крупные. В 2-3 килограмма это так нечего делать. А бывает и крупнее. И все в жемчугах и золоте. Надо сказать, что в феврале погода в этих краях бывает непредсказуема. Может быть и тепло в районе нуля градусов, а может быть и минус 25. Но разве этим испугаешь настоящего рыболова? Коль приехал за 3-9 земель, изволь ловить рыбу в тех условиях, что диктует Азовское море. А оно капризное. По свидетельству местных рыбаков, наилучший клев щуки в лиманах происходит при течении с моря. И если такое течение довольно продолжительно, а лед достигает толщины не менее 15 сантиметров, то на рыбалку устремляется все свободное от работы ахтарское население, а с ним и приезжие рыболовы. Они знают, такой момент упускать нельзя. Чуть зазеваешься и резкое потепление. Лед может сойти буквально за несколько часов. Порой с утра на заливах, скованных морозом, народ как по асфальту ходит. Лонку пешней только с 15-20 ударов пробить можно. И правишь на жиле добора, намереваясь на следующий день пойти за щукой. А утром глянешь на лиман, а там уже волны клещутся. Вот такая рыбалка в Приморско-Ахтарске зимой. Восточный берег Азовского моря от Темрюка до Приморско-Ахтарска на протяжении около 100 километров представляет собой низменную дельту реки Кубань с многочисленными лиманами, протоками, обширными плавнями, заросшими камышой и осокой. Река Кубань, берущая начало из ледников горы Эльбрус, является одной из крупнейших и многоводных рек Северного Кавказа. Дельта ее образовалась на месте залива Азовского моря, глубоко вдававшегося в сушу. Десятки тысяч лет тому назад этот залив простирался до того места, где сейчас находится Краснодар. Огромная лагуна была отделена пересыпью от моря, а затем постепенно заполнялась речными наносами. Известную роль в формировании юго-западной части дельты сыграла и деятельность грязевых вулканов Таманского полуострова, имевшего в те времена еще вид архипелага из мелких островов. Продукты извержений грязевых вулканов заносили протоки между островами и наряду с речными наносами заполняли постепенно лагуны. Формирование дельты продолжается и в наше время, причем она испытывает погружение, составляющее 5-6 мм в год. Вместе с тем, чем глубже становятся лиманы, протоки плавнее, тем крупнее в них ловится щука. Так утверждают не историки, а местные рыболовы. Зимой основной снастью прямого влезубастой хищницы у ахтарских рыбаков являются жерлицы, а насадкой на них карась. А при его отсутствии на крючок насаживаются полотвички или даже подлещики. Но по живучести они уступают карасику. Зимой, по сведениям правдивых метеорологов, Азовское море находится в неблагоприятных условиях. То есть именно с января по февраль к северу от него проходит фронт повышенного атмосферного давления, так называемая ось Ваейкова, от которой к морю устремляется холодный бутыриковый воздух, что приводит к замерзанию Азовского моря. Ледостав в Ейском, Бесукском и Ахтарском алиманах в иные годы продолжается с декабря по март, и толщина льда может достигать 80 сантиметров. Но в последнее время сильные морозы обходят стороной этот край, и толщина льда редко превышает 30 сантиметров. Рыболовы этому и рады. Конечно, случаются в феврале и холодные дни, но не настолько морозные, насколько ветреные. Но это, как правило, не отбивает у щуки желание вкусно поесть, а у рыболовов подловить ее за этим занятием. Обычно рыбаки, ловящие рыбу зимой на мормышке, при поклевке и подсечке, озираются по сторонам. Как бы кто из соседей не заметил, что у него клюет. Руками не машут, не кричат на весь водоем от радости и не пускаются в плясы вокруг лунки, а тихонько вытаскивают рыбу на лед и прячут в ящик. И делают при этом такой вид, что ничего не произошло. Не клюет, мол, и все тут. Ведь чуть зазеваешься, дашь волю эмоциям, и тут же налетят конкуренты-стервятники, обсверлят, обловят. Обычное дело. Зависть – дрянное чувство. Но оно живет среди рыбаков. Хотя понять их можно. Разве допустимо, что у одного клюют, а у остальных в радиусе 100 метров создается впечатление, что они ловят рыбу в собственной ванне. И если не запустить в нее рыбу, то поклевок так и не будет. Зажженный флажок на жерлице оповещает всех присутствующих на водоеме о поклевке. Видно его издалека. Тут уже ничего не скроешь. Первым к жерлице спешит хозяин. Остальные рыболовы смотрят на счастливчика в готовности помочь. Тут зависти не место. Если что, подбежали, помогли вытащить чуху на лед и разошлись по своим лункам. Жерличники знают о своем превосходстве над другими рыбаками. Этих не обсверлят, и на их лунки чужак не сядет. Окружающие относятся к ловцам щук с неким пиететом. Некоторые даже отдают мелкую пойманную рыбу в качестве живца. И с особым удовольствием жерличники любят пройтись по льду с гордо поднятой головой и пойманной щукой. Тут уже трудно сказать, кто выглядит важнее – рыбак или его углов. Кусок сетки. Сколько ж ты тут мучилась с нею. О! Видно, да? Бедняга. Вот след остался. След. Вот так. Чаще всего зубастые ценители блестящего металла в погоне за новым сувениром оказываются в руках рыболова. И тогда они сами порой становятся экспонатами в чьей-то коллекции. Некоторые рыболовы, головы самих щук, пойманных ими, засушивают и украшают ими стены загородных вил. Но чаще всего судьба пойманной щуки заканчивается в котле или на сковородке. Увы, мир жесток. Да не наша, а Ваняна. Ну что, хоть по чуть-чуть, но клюет. Это интересно. Ну все, видишь, редко очень стоит. Очень редко. Ну хоть движняк хоть какой-то есть, и то уже приятно. По сравнению с вчера. Когда на льду зрителей нет, а есть только жерлицы и их хозяева, рыболовы передвигаются по водоему неспешно. Даже если флажок зажегся, торопиться к нему не будут. Подойдут медленно, но с достоинством. Они знают, что глубина подо льдом полтора метра, не больше. Поэтому и спуск делают не длиннее трех-четырех метров. Коряк и прочих укрытий на дне Ахтарского лимана нет, и щуки, как в той песне, не спрятаться, не скрыться. Вот рыболовы и не спешат. Даже вываживание рыбы происходит медленно, с толком и расстановкой. Рыболовы знают, что в это время года щука сопротивляется не сильно. К лунке идет послушно, словно молодой бычок на привязи. А вот на льду может и показать свой норов. Даже попытаться ухватить рыбака зубами за сапог или легнуть хвостом. А также показать несколько спортивных номеров с прыжками через голову, тройной сальто прогнувшись и даже четверной аксель. Вот здесь вот такая щука. Глаза вот такие вот. Одна фотография должна весить 4 килограмма. Наблюдаем. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Один укроп сожрало. Ай! Ну вот фотография точно бы весила только 4 килограмма. Да, поднятый над лункой флаг не всегда означает, что щука села на крючок и готова сдаться на милость победителю. Тетра бывает рыба. Живца с крючка снимет, а на память о себе оставит пучок водорослей. А бывает, что и прихватит с собой и сам крючок. В виде сувенира. Ведь собирают же люди почтовые марки, значки, открытки, старинный фарфор или спортивные автомобили. А что остаются щуки? Собирать крючки, блесны, поводки и грузила. Вот только обмениваться коллекциями у щук как-то не принято. Каждый дорожит своими сувенирами. Ведь известны случаи, когда в желудке пойманной хищницы находили золотые кольца, сережки, монеты. Эти щуки, видно, работали по антиквариату. Как бы зима не дышала холодом в феврале над Азовским морем, весна все же, хоть и робкая, но напоминает о себе. Лед в лиманах начинает подтаивать и давать трещины, а кое-где появляется и открытая вода. Туда с радостью устремляются водоплавающие птицы. Сходы льда они ждут с большим нетерпением, чем рыболовы. Что птица ждет с приходом весны? Конечно же, свежей пищи. Травы, водоросли, козявок, лягушек. Человеку в этом плане проще. Сходил в магазин, накупил у всякой снеги и будет сыт и доволен жизнью. В любое время года. А еще лучше наловят свежие рыбы. Опять же, несмотря на погодные условия, политическую обстановку в стране, курс евро и цены на зерно. Рыба, купленная в магазине и та, что поймана собственноручно пару часов назад, это, как говорят в Одессе, две большие разницы. Только что выловленная из водоема рыба и чистится легче, и пахнет ароматнее, и на вкус нежнее. Разве можно сравнить по вкусу блюда, скажем, из трески, пойманной час назад в Норвежском море, и из той же, что час назад была куплена в ближайшем к дому магазине? Ответ очевиден никоим образом. Вот и многие домохозяйки считают щуку, рыбу, жесткой и не очень вкусной. Дорогие наши женщины, даже самый свежий хлеб с ароматной корочкой через сутки станет сухим и невкусным. Так что, милые хозяйки, будьте благосклонны к своим мужьям-рыболовам. Ведь они, как это повелось издревле, добытчики, то есть добывают к столу свежую, вкусную и здоровую пищу. Щучья икра, надо заметить, издревле на Руси считалась деликатесом не меньшим, чем икра лососевых рыб. В наши дни она несколько утеряла свою популярность в народе. А между прочим, зря. Она очень вкусная. Главное ведь, как ее приготовить. Во-первых, она должна быть свежей. Во-вторых, рассол должен быть горячим, в районе 70 градусов. В-третьих, она должна быть приготовлена с любовью. И к рыбе, и к тем, кто собрался за столом. Третье, наверное, это самое важное в приготовлении щучьей икры. Да, и еще, что немаловажно, икры должно быть много. Особенно на бутерброде. По мнению азовских кулинаров, слой икры по толщине не должен уступать толщине хлеба под ним. Масло между хлебом и икрой, как правило, намазывается или кладется кусками. Это уже по вкусу. Можно есть икрую ложками. Но это все равно, что пробежать за день весь Эрмитаж. Вроде бы все увидел, а вспомнить нечего. Так и с икрой. Вкус дело тонкое. Чуть переел, и уже изжога. Конечно, каждый кулинар готовит икру по субу ему. Соля может быть чуть больше или чуть меньше. Рассол горячее или холоднее. Промывка производится 3, 4 или 5 раз. И самое главное, автор должен попробовать первым результат своего труда. Получилось хорошо, можно подавать на стол. Не получилось, быстренько, пока никто не увидел, съесть все самому и приготовить икру заново. И так пока не получится. Ну, естественно, нужно теперь попробовать и оценить, что было приготовлено. Лепота. Нередко ахтарские рыболовы ставят жерлицы на ночь. Наживляют на них бодрых карасиков или платвичек, а сами отправляются отдыхать. Поесть икры и котлет из мяса щуки и набраться сил. И ждать утра с волнением. Потому что лед в лиманах за ночь, как уже говорилось, может разрушиться и даже сойти. Азовское море в феврале капризно и непредсказуемо. Если поутру лед стоит на месте, то рыболовов ожидает приятное зрелище. Ложки на жерлицах развиваются, словно флаги на первомайской демонстрации. Пору строятся стройными рядами и с песнями шагать по льду к светлому будущему. У некоторых рыболовов-жерличников существует примета. Если поутру из первой лунки будет вытащена очень крупная щука, то все остальные будут мельче. И наоборот. Если первая будет небольшая, то на последней жерлице будет либо обрыв, либо очень крупная щука. У хищницы на этот счет есть свои приметы. Правда, держит она их в секрете. И еще у рыболовов есть такая примета. Если на жерлице стоит крупный живец, то и щука попадет на него крупная. А если карасик или платвичка нацеплены мелкие, то щука тоже будет мелкая. Или крупная. Или совсем не попадется. Знаменитый норвежский ихтиолог Гус Алексон в своем бестеллере «Определитель вкусовых предпочтений рыб семейства щуковых и умбровых» писал так Щучья добыча легко ею проглатывается. А если добыча пытается вырваться, то зубы щуки приподнимаются из слизистой оболочки и впиваются в жертву подобно тысяче иголок. Причем добыча заглатывается только с головы. Питание щук длиной до 20 см преобладают ушастые окуни и атеостомы. А у крупных щук карповые рыбы. А вообще щуки способны захватывать крупных рыб, длина и вес которых составляют около 50% от длины и веса хищника. И чем крупнее щука, тем крупнее добычу она предпочитает. А если обратиться к отечественному классику рыболовной литературы барону Чаркасову, то он писал о ловле щуки на жерлице так. Характер щучьей поклевки находится в прямой зависимости от погодных условий, времени года и кислородного режима водоема. Классическая щучья поклевка происходит по следующему сценарию. Щука атакует живца, захватывая его поперек туловища. Как правило, после нескольких резких оборотов катушки следует пауза, длина которой зависит от величины щуки и живца. Щука в этот момент либо останавливается, сожимая живца клыками, либо медленно движется дальше. Во всех случаях она заглатывает живца, переворачивая его в пасти. По сходящей с катушки леске можно довольно точно проследить весь процесс щучьей трапезы. Заглотив живца, хищник продолжает свой путь, возможно, стараясь наверстать время, затраченное на хватку и последующие маневры. Происходит интенсивная размотка лески, наилучший момент для подсечки. Если же хищник обладает внушительными размерами, а живец мелкий, то его обработка происходит очень быстро. Щука в этом случае до и после поклевки обычно движется равномерно и без пауз. Также вращается катушка. Некрупная щука сама является объектом охоты и, схватив малька, торопится уйти в укрытие, только там заглатывая его. Поэтому интенсивное разматывание лески на первом этапе поклевки вовсе не свидетельствует о солидности экземпляра и в качестве состоявшейся поклевки. Ахтарская щука, может быть, действует по иному сценарию. Ведь с момента описания бароном Черкасовым своих наблюдений за щучьим питанием прошло сто с лишним лет. И повадки рыбы могли несколько измениться, и снасти претерпели изменения. К тому же в каждой местности одна и та же рыба имеет свои особенности. Можно даже сказать характер. Это зависит и от водоема, и от климата, и от времени года. Скажем, февраль в средней полосе России и февраль на Азовском море отличаются так же, как бархатный сезон на Финском взморе и в Бискайском заливе. А вот удовольствие от поимки щуки везде одинаковое. Причем это практически не зависит от ее размера.